Привет, ребята! Новый день, новый влог. Сегодня 24 июня, суббота. Сегодня у нас забронирован ресторан. У моей мамы был юбилей 20 числа. Ей исполнилось 45 лет. У нас с ней разница 20 лет. Вот, в декабре мне было 25. Ну, получается, в том году, но, короче, в конце года. Так что, в принципе, можно сказать, у нас с ней разница 20 лет и... Что там, полгодика? В общем, у мамы был юбилей. Мы его не отмечали, понятное дело, потому что там был будний день. И забронировали ресторан на 24 число. Все давно забронировали, запланировали. Мы со Славой даже ездили туда на, скажем так, дегустацию, посмотреть, что да как. Мама пригласила где-то 25 человек. Но она, на самом деле, хотела больше позвать и позвала. Но просто не все могут. В общем, на днюхе у мамы будут только самые близкие, родные. Есть еще, получается, двоюродный брат. Мама хотела его тоже. Ну, разумеется, и звала тоже двоюродного брата с семьей. Ну, с женой, понятно, с двумя детьми. Они тоже у нас на всех всегда праздниках. Ну, большая семья у нас дружная. Вот, но они в Ейске сейчас отдыхают. Было бы еще больше гостей. Так что будет где-то 23, наверное, 22 человека. Еще моя подружка Настя Фет, которая скоро будет фотографировать мои роды. Так это волнительно. Она тоже сегодня приедет, тоже пофотографирует. Я вообще не очень хотела ее обременять. Думаю, ну, мало ли чего. Я ей написала, там, Настюш, привет. Есть ли у тебя фотограф? Мне нужен фотограф. На день рождения мамы хочу. Ну, понятно, что там с самого, там, ну, не утра до вечера. Понятно, сейчас, что мы к пяти, там у нас сбор. Вот, понятно, что все мероприятие там быть не надо. Что ясно, фиг, оно может быть долгим. Но хотя бы вот просто на часик, на два приехать, пофотографировать маму с гостями. Настя сказала, что она сама приедет. Вообще не заморачивайся. Ну, что сказать. Я пока не рожаю. Малышка очень у нас активно шевелится. Очень большая такая стала. Я ее очень хорошо ощущаю, как большого человечка. Прям я, когда лежу на спине, вот мы сейчас у меня компресс натягивали. Просто не всегда сразу с самого утра мы его надеваем. И я ложусь на кровать, поднимаю ноги, лежу так какое-то время. Ну, закидываю. Куда едем? Мишка, водка, балалайка. Можучно. Мы все супернарядные. Слава вообще в костюме вот таком, прям как будто на свадьбу. Ярик сзади тоже нарядный весь. Ярик закончил школу. Вчера диплом получил. Да. Так что всем, кто закончили школу наконец-то, я вас поздравляю. Так, мы приехали. У нас даже парковка забронирована. У этого ресторана есть своя парковка, что очень удобно. Тут, конечно, не на 200 тысяч машин место. Тем более, что это таганка. Ну, центр, сами понимаете. Но все равно поставить 4 машины, ну, понятно, смотря какой размер, есть же большие очень машины. 3-4 машины точно можно поставить, так что мы как раз всю парковку забронировали под наше мероприятие. Вот такой вот красивый вход. Очень, кстати, старинное здание. Здорово, студенты. Она уже не школьник, да? Уже не школьник. В общем, мы уже поднялись. Тут нереально красивый стол. Так интересно. Интересно видеть реакцию мамы. Мама здесь не была. Она видела картинки. Ну, вот сейчас я ей не скидывала фотки, как тут все выглядит. Мне кажется, мой момент день рождения никогда в ресторане вот прям классно не отмечали. Поэтому очень интересно, понравится ей или нет. Можно сказать, что организатором выступала я. Меню, можно сказать, тоже в принципе... Ну, не то, что я прям составляла. Конечно, мне помогали в ресторане тоже составить. И мама тоже, понятно, была включена в процесс. Но, скажем так, я прям участвовала очень сильно. Так что, конечно, мне хочется, чтобы маме понравилось, чтобы она получила удовольствие, удовлетворение и кайфанула от своего дня рождения. Надеюсь, так и будет. Приехала мама. Ей подарили кучу цветов. Вазы уже готовы. Как хорошо здесь. И от нас еще есть для мамы подарок. Подождите, о чем ты мечтала? Знаете, я при вкушении, при вкушении. Боже мой, это то, что я хотела. Последние модели. Спасибо. Спасибо. Так что, будешь теперь разговаривать солистик? У меня одна мечта сбылась немножко. Я каждый раз включаюсь на телефон. Прямо все. Можете разговаривать с ней. Да. Спасибо. Ура. Очень рада, что всех вас сегодня здесь собрала. Вижу все мои близкие, родные люди. Я очень рада. Вот именно все те здесь присутствуют, кого я очень хотела видеть. Так что, спасибо вам большое. Надеюсь, всем все понравится. Так что, давайте официально открываем празднование моего юбилея. Ура. Ура. Очень счастлива. Сознание того, что у меня есть дочь, что я родила дочь. Такая умница, красавица. Душа, молодец во всех отношениях. Детки, у тебя замечательные. Хочу пожелать, конечно, тебе здоровья. В первую очередь. Семейного счастья. Все друг друга любите. И вы друг друга любите. Все дети тебя и так любят, и обожают. Я тебя очень сильно люблю. И дай Господи, чтобы так было много-много-много-много лет. Спасибо. Я хочу выпить для тебя, для твоего огромного сердца, в котором помещается все, и которые любят тебя, и не любят. Я редко встречал людей, которые могут так вот для всех быть открыты, всех любить, всех помогать. Я хочу, чтобы ты и дальше был такой, я тебя очень люблю. Здоровья тебе, счастья. Ура! Мы хотим поздравить вас с днем рождения от нашего чьих-то общества. Я лично от себя хочу сказать, что большое вам спасибо за то, что вы такая хорошая. За то, что родила такую жену, любимую и прекрасную. В общем, будьте здоровы, не болейте, с хорошим настроением. И наш подарок, надеюсь, вам будет принадлась и радость. Чтобы ты каждый день называла, и чтобы каждый тот день был наполнен хорошими, приятными эмоциями. Чтобы никто тебя не расставил. Я хочу пожелать тебе, моя любимая мама, чтобы тебя окружали только самые искренние, добрые, хорошие люди, близкие, которые ты любишь, которые любят тебя, ценят, уважают. И я думаю, что у тебя окружают такие люди. Мы тебя очень любим, я тебя люблю бесконечно. Ты у нас скоро встанешь самой красивой, самой молодой, модной бабушкой. Так что будь здоровы. Спасибо вам и приятного аппетита. Какой хороший ресторан Мовчанки. Ну, мне кажется, во многих ресторанах, наверное, так детишкам предлагают. Ну, классно. Сегодня такой прекрасный день. Такой красивейший именинницы, прекрасный-прекрасный юмилей. Поэтому сегодня и вообще на будущее хотелось бы пожелать, чтобы у нас всегда была такая цветущая, яркая, сказочная, неповторимая, прекрасная женщина, жена, мама и будущая бабушка. Поэтому я тебе желаю много-много здоровья, тюрьмения и пусть все твои мечты исполняются всегда. Санюк, поливайся. Молодильные яблочки. Продолжай. Молодиль. Ты такая красивая, такая молодая в этот день сегодня. Я на тебя смотрю и у меня просто радуется с души истиннее. С днем рождения, люблю тебя. Ура! Вот такое вот у нас вкусное горячее. И еще шашлык на столе. Две стерляди, вот эти вот рыбки. Офигенные. Попка Поросюшкина и две утки. Ну что, Лея, тебе нас желали больше. Ой. Всегда оставалась такой же пребосновной, достеприимной, как ты это любишь. Тебе приедешь, что пустыми руками, а уедешь, что она в пол багажника заполнена. Ладно. Давай, ты всегда такой же. Ты преданная подруга, 18 лет. Уже. Да. Аккуратно. Поэтому мы тебя очень люблю. Желаю тебе всего, всего. Чтобы в семье было все хорошо. Спасибо. Субтитры подруга. Субтитры подруга. Субтитры подруга. Спасибо. Субтитры подруга. 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 Какая радость. Ну, я за ним ухаживаю. Еслиot3, а не Temī freedom, тогда готовлю вел einenaje нест AirPods? Так конечно. А какая радость. О целом его почти отнесets. А эк remark that能 to ask us to help us, you're ready. такой постоит. Вот, ё-май! Какая радость! Но я за ним ухаживаю, я его не бросаю, пшикаю его периодически. Так что сейчас тут все протру, ведь у нас окошки чистые после клининга. Я вчера ночью убиралась чуть-чуть, со всякими средствами помыла раковину, вот, чтобы чисто было в ванну, туалет. У меня есть, кстати, классный лайфхак, точнее не лайфхак. Я заказываю вот такие вот салфетки влажные, и ими очень удобно протирать. Протер, сразу нафиг выкинул. Очень удобно, классно. Я ими как раз в туалете в ванной полы офигенно протираю. И сам, в принципе, унитаз можно ими тоже протирать. Ну, понятно, не только ими, но ими тоже протер. Сразу смыл, грубо говоря, не надо вот эти вот тряпки, не тряпки. Вот, еще ковры положила стирать вчера ночью, но я их не стала стирать, понятно, ночью. Сейчас я сначала постираю тюль, вот эту. Видите, она какая серая? Посмотрим, насколько она стирается. Но я периодически стираю, конечно, не сказать, что там каждый, знаете, типа даже три месяца. Нет, реже я стираю. Вот, так что вчера помыла ванну, раковину, полы здесь помыла. Вот, в общем, красоту навела, деревяшки туда положила. За этим тоже там все помыла. Короче, там куча всегда пыли набивается, я думаю, у всех. Вот, видите, в углах все протеряла. Здесь на корячках стояла с этими салфетками. Всяких я назаказывала штук. Кстати, порошок стиральный заканчивается. Видите, какое у меня оборудование. Здесь у меня такое, есть для черных, вот такое. Есть у меня пятновый водитель, но в нем лучше, типа, замачивать. Еще я заказала вот такое. Видела у многих, по-моему. Или не такое. Тут есть какая-то хрень, типа, твое средство для всего. Его постоянно все рекламируют. Не знаю. Ну, типа, как усилитель для порошка, я смотрю. Ну, наверное, я его попробую добавить. Ребята, всем привет! Новый день! Сегодня у нас 27 июня. Я еще не родила, но вообще и не должна была, как бы. Вот, мы ждем июль. Вот, по крайней мере, по прогнозам врача, прогнозам астролога, моим внутренним ощущениям. Ну, и, типа, ПДР тоже, в принципе, у меня в июле 9-го. Но не знаю. Мне кажется, что до 9-го, как обычно, мне так кажется, не знаю. Короче, сегодня 10 лет моему YouTube-каналу. Прикиньте! Так что можете поздравить меня. 10 лет это нифига себе круто. Классный юбилей. Сегодня мы пойдем отмечать в ресторан такую круглую дату. Обычно после ресторанов тоже сроды. Знаете, тоже такая... Какое-то не клише, а как-то даже не жаль. Не знаю. Очень часто бывает, что идешь в ресторан уже на каком-то сроке приличном. И вдруг, хоп, после ресторана что-то намечается, начинается. Но я думаю, что нет, вряд ли. Перед тем, как мы отправимся в ресторан, сейчас уже пол 8-го. Но у меня сегодня по плану куча разных классных дел, планов, занятий. Я хочу вам показать, как я в домашних условиях делаю КТГ. Не всегда у меня получается хорошо записать это КТГ. Вот вчера у меня получилось записать вообще офигенно. Лучше вообще ни разу у меня не получалось записать. Вот, сейчас я вам покажу, как устанавливаю датчики. Этот прибор специальный я взяла в клиническом госпитале Айска Капуста. Вот, мать и дитя, где мы будем рожать. Его мне назначила наша врач, моя врач, с которой буду рожать. Ее зовут Татьяна Олеговна Нормантович, и с ней рожала Катя Мезинова, Ида Галич, Ольга Орлова. Ну, в общем, просто я даже не знаю, кто с ней рожал. Это действительно очень крутой, топовый врач. Помимо того, что, мне кажется, чуть ли не все звезды рожали с Татьяной Олеговной, она действительно безумно приятный человек, очень откликается. И я вообще не сомневаюсь в том, что это мой человек, мой врач. Вот, и мы с ней заключили контракт уже довольно-таки, ну, как сказать, давно. Ну, все, уже давненько нормально. Было, по-моему, 35, у меня с чем-то недель мы заключили контракт. Так что, давайте покажу. И она мне сказала сейчас делать КТГ каждый день. Такой у меня животик, видите, какой большой. Уже. Да, они маленькие. Сегодня 38 недель и получается 2 дня. Итак, у нас есть вот такие вот веревочки. Сначала я прикреплю датчик, который у меня для матки, маточного чего-то там. Вот так. Я уже научилась сама. Сильно его не буду, ну, короче, его сильно не надо, чтобы он был натянут. Потому что иначе будет высокий какой-то показатель. Это я уже сама еще такие выводы сделала. Конечно, когда приходишь на КТГ в больницу, да, тебе там все установили классно, клево. И ты как бы не паешься. И все как бы там, понятно, может получше прослушивается, более качественная запись. Но вот этот аппарат, конечно, очень хорошее приспособление для того, чтобы в домашних условиях отслеживать состояние малыша. Когда я была в прошлый раз у Татьяны Олеговны, я записывала вам влог тоже. Как раз тогда, когда малышка наша опустилась. Татьяна Олеговна послушала специальной такой штукой, где у нас лучше всего сердцебиение прослушивается у малыша. И она мне на моем животе начертила крестик. Короче, я лежала на спине, на кушетке. Она послушала, где лучше. Где-то вот здесь поставила крестик. Они сфоткали, потом стерли меня этот крестик, чтобы я дома могла лучше находить сигнал. Вот, сейчас вам покажу. Сначала я все прицепляю. Сейчас мы все равно будем двигать все это дело. Так, вот такой вот аппарат. Я уже не один раз все эти замеры делала. Если я вдруг думаю, что вдруг я что-то напутала, я беру инструкцию. Так, ультразвуковой датчик. Да, все верно. Я всегда проверяю. Так, смотрите. Подключаем ультразвуковой датчик. Сердцебиение. Потом матка. И есть вот такая штучка, когда я буду нажимать, чтобы слушать. Ой, не слушать, точнее, а когда будет шевеление. Так, сейчас я все держу в руках аккуратно. Сажусь. Сейчас я еще все это буду в процессе поправлять. Конечно же. У меня, наверное, была подушку еще. Не знаю. В общем, сажусь. Мне хотя бы 15 минут хорошо записать. Это будет уже супер. Включаем. Теперь все подстраиваем. Звуки не такие четкие, как на КТГ, когда вы приходите уже к врачу, понятно. На большом аппарате все это делается. Потому что там лучше намного прослушивается сердцебиение ребенка. То есть там прям тих-тих-тих-тих-тих. У меня есть вот такой гель для УЗИ-МУЗИ вот этих всех. Берем наш датчик. Туда выдавливаю. Теперь я буду медленно возить этим датчиком в островом животу, чтобы обнаружился сигнал. Потому что видите, вот УЗИ сейчас желтым горит. Матка. То, что 31. Что-то вот УЗИ. Короче, я вчера записывала 20 минут. Записалась плохо. Потом вдруг у меня какой-то супер сигнал пошел. И я решила записывать еще 10-12 минут. Отправила в лечо. Она сказала, что я супер молодец. Потому что продолжила запись. Так как нам надо хорошо записать. Вот он иногда типа загорается зеленым. Хороший сигнал. Потом желтый. Типа чуть-чуть пропал сигнал. Ну как бы все равно нехорошо. И красный, блин. Вот как понять, где то, что надо. Если он мне на одном месте, может показывать и хороший сигнал. И через какое-то довольно-таки короткое время у меня там же может показывать, что сигнала уже нет. Так, ладно, попробую записать. Вроде сейчас неплохо. Господи, я хоть бы хорошо записалась. Но сейчас я могу перейти. Теперь я буду сидеть вот так вот и ждать. вот все равно скачет сигнал, вот какого хрена, теперь красный, только что долго был зеленый, вот как кто-то меня спрашивал, как я ощущаю схватки, у меня просто очень сильно каменеет живот в каких-то местах и я как будто бы чувствую внутреннее давление, прям даже знаете, как будто сердце чувствую давление вот сейчас шевелится еще активно, когда только звук, это значит, типа, пропадает сигнал, он так реагирует только при записи живот вообще ой, ну как шевелится, так я вообще невозможно записать, вот как с таким неспокойным ребенком что-то записывать как никакие показатели не показывают, потому что слишком, блин, там ты шманси только ловится нормальный сигнал, ребенок шевелится у меня там что-то скручивает, сверхчивает, датчики теряют свои эти опознавательные какие-то моменты вот сейчас прям сердечко хорошо слышно в общем, я хотела с вами болтать, пока записываю КТГ, просто вчера так хорошо у меня все наладилось, что я вообще офигенно прям записала как я ощущаю схватки тренировочные, которые у меня идут, я не знаю с какой я сейчас на неделе ну довольно таки давно, ну типа с 28 наверное точно уже но они были сначала, знаете как, вот в одном месте животик типа тверденький такой становится я такая думаю, ого, что это такое и у меня было, я уже рассказывала, у меня было ощущение, что просто ребенок ну как-то вытаращивается, не знаю, выпячивается и я такая думаю, господи, что ты творишь, типа малыш я думала, она всем телом прям, ну знаете, упирается в живот и поэтому такой каменный он становится я тогда еще, ну не поняла, я не знала, что это оказывается схват я просто, когда у меня это начало происходить чаще, периодичней, жестче я думаю, так, что-то интересное и потом я уже, ну допетрила как-то, догнала что, наверное, что-то здесь творится такое интересное вот, теперь у меня это просто самый активный ребенок что же с нами будет? я не знаю, есть ли связь какая-то это просто танцевашка какая-то сумасшедшая будет ли ребенок такой же активный? ну типа показатели того, как ребенок себя ведет в животе каким он будет, насколько активным но, честно, я понимаю, что суперактивные дети ну в духе муж неспокойненькие, такие, знаете это, конечно, наверное, очень сложно но, с другой стороны, я бы хотела, чтобы у нас дочка такая активчик была ну, то есть, такая прям шустренькая ну, как я, я считаю, что я активная, шустрая вот мне бы хотелось все равно я думаю, что это для жизни и в будущем лучше, чем когда очень такой спокойный такой, знаете, не торопишься никуда по жизни такой вот ну, хотя, ну, не знаю, у всего есть свои плюсы и минусы у меня пока каких-то прям супер болезненных схваток не было ну, вот таких прям, знаете, что я такая я, походу, рожаю нет, конечно, такого не было и, понятно, не было у меня такого еще что не прям, каждый там 10 минут, каждый там 5 минут ну, нет, понятно, я бы уже родила, наверное, если что-то такое было то есть, какой-то периодичности нет бывает такое о, господи будто бы из меня какого-то чужого хочет вырвать у меня было несколько схваток прям болезненных я думала, ого и они такие прям, знаете, были, что мне надо было прям продышаться и я думаю, что, конечно, это тоже ерунда по сравнению с реальными схватками в родах но уже были такие, знаете, не слабенькие то есть, в основном я их обычно, ну, они безболезненные просто каменеет живот вот видите, как живот сейчас двигается эта малышка там все датчики мне задвигает и даже не знаю, как нажимать, когда постоянные движения лучше всего записывать шевеления, когда делаешь КТГ потому что начинается такая активная горная жизнь в животике вот, какие мы аж те датчики ломаются интересно, какой у меня болевой порог вот в плане схваток так вот, у меня были парочку раз довольно-таки сильные схватки что мне было аж больно что я думала, что у меня сейчас просто я не знаю, что вообще думаю, блин, если сейчас это начнет повторяться снова и снова, то я, наверное, рожаю вот но нет, типа, один раз такое произошло потом такой жесткой, сильной схватки уже не было в этот там вечер, ночь спрашивала тут у Славы говорю, что когда я пойму, что я по ходу рожать начала мне тебя будить, нет? ну, типа, если это будет ночью он говорит, ты что? конечно, будим просто понятное дело, что я не знаю сама типа, как это вот если схватки типа, я буду спать, проснусь от того, что у меня, типа, ну болезненные схватки какие-то начались начну что-то там засекать, например и пойму, что а, периодичность-то появилась ну, типа, и что в этот момент мне делать? ну, в смысле, бежать в душ мыть голову, краситься ну, я, наверное, так и сделаю потому что, когда я пойму, что появилась какая-то периодичность, грубо говоря на протяжении часа каждые 10 минут, допустим, уже идет у меня ой, сейчас такая схватка сильная по программе показывает, что там вообще трэш он аж сломался просто ну, вот, когда болезненная схватка вот сейчас было больнее обычно когда болезненная схватка есть ощущение, что типа, как месячные просто не у всех месячные болезненные и не все понимают, о чем идет речь но у меня они были очень болезненные и был именно спазм такой сильный кстати, вот когда он я думаю, что он, наверное, очень похожий вот в схватке потому что у меня, получается сильный спазм при этих днях отдавала как раз в поясницу вот в живот и ты ничего не можешь вообще с этим поделать то есть, если у тебя это началось и ты не успел выпить обезболу то все просто все ты режишь и и все я это проходила очень много раз ну, типа, я думаю, блин, а вдруг все-таки у меня ну, не то что иммунитет, но, знаете, уже за столько лет выработалось какое-то вот я думаю, все равно, конечно, схватки при родах они намного сильнее мне, честно, безумно все это интересно испытать я абсолютно не боюсь я не боюсь, что мне будет больно что я буду блевать аж от боли я не боюсь, реально, у меня вообще пофиг что я это проходила в своей жизни мне не нравится, типа, знаете, такая меняйте мне напугать ну, понятно, я не собираюсь отказываться от эпидуралки в какой-то момент, когда ее предложат и я Славю говорю то, что вот я когда пойму, что я, наверное, рожаю я сначала пойду накрашусь помоюсь буду засекать время и когда уже, ну, буду понимать, что какая-то периодичность началась такая конкретная позвоню врачу скажу так и так она скажет понял тебя ждем тогда вот таких приколдесов ну, типа, там, каждые пять минут ну, какие-нибудь, знаете, вот эти периодичности и все разбужу Славу мне он нужен таким живчиком потому что ему эпидуралку никто не будет так, ребята, мы сели в машину и сейчас поедем в ресторан и вот Слав и представляете, я в жилетке, потому что погодка странная вообще вроде 17 градусов 17-18 но ветерок такой прям не очень-то приятный а вчера вообще был сильный ветер все потемнело был сильный дождь вот сегодня, кстати, тоже я смотрела в окно и видела, что прям ужасный ветер поэтому думаю, да ну нафиг лучше одеться потеплее сейчас, когда мы выходили, вроде типа тепло и не холодно но ветер сильный поэтому я прям нарядилась так знатно, хотя вот эта вот штучка она очень такая тонкая, легкая но зато с рукавами в любом случае, конечно, мы на машине но приятнее чувствовать тепло так, мы приехали в ресторан уже съели по салату у нас картошечки в этот раз, кстати, и в прошлый мы начали брать филе шато вот у меня, понятно, он такой хорошо прожаристый medium пл у Славы тоже такой же но получился более сочный красный но как раз то, что нужно потому что у меня как беременяшки ничего серого вот, так что сейчас будем кушать и картошечка наша любимая и чай с чебуцом ребята, мы приехали домой я думаю, я не рожаю, конечно но у меня сегодня какие-то интересности во-первых, малышка очень такая активная хотя кто-то писал, что наоборот перед родами обычно малыш типа затихает перед прыжком так в общем, девчонки, что рассказывать у меня сегодня весь день схватки тренировочные весь день твердый живот когда мы ехали со Славой с ресторана я прям чувствовала как кто-то там что-то прям неподалеку делает ну короче, нет, просто не внутри живота чувствуешь шевеление а уже там прям, знаете ну не то, что кто-то на выход собирается нет если нет ощущения, что ребенок прям уже такой так, ну выходим короче, нет такого нет туда давления какого-то прям нет просто при каких-то активных шевелениях еще что-то я чувствую что там уже недолго как бы осталось но я не знаю это безумно интересно потому что я думаю, что многие беременные незадолго до своего ПДР и в принципе на последних каких-то недельках периодически думают что блин наверное вот вот наверное вот вот сейчас поэтому любопытно мы с вами сейчас соберем сумку в роддом потому что ждать уже не надо хочу вам показать еще вот так же вот давайте будем считать что уже 38 недель и 3 дня ну это на самом деле будет через полчаса но я думаю что полчаса не сыграют никакой роли так вот он у меня выглядит тут конечно всякие следы от штанов от еще чего-то от лосин от лосина такой вот у меня уже большой шарик в котором живет большой человечек свете я обожаю свой животик в беременность он просто чудо фу на тебя несмотря на то что я знатно набрала ну в смысле на самом деле это все ерунда и действительно цифра не так страшна как мне казалось и самое главное что конечно у всех свои какие-то там нормы ненормы ну вот эта вот вся тема но то что я могу делать блин можно сказать за не знаю неделю там или сколько мне осталось реально до родов то что я могу сейчас делать убираться корячиться блин что хочешь я все делаю ну типа это улет и при этом я чувствую себя слава богу замечательно мне не болит поясница да у меня там есть какие-то отеки ну понятно есть конечно но типа в целом вообще благодать и я вообще не жалуюсь я хочу сказать что конечно будь я может быть побольше больше бы весила бы и входила в беременность с большим весом и если бы я набрала те же 20 килограмм получается входила бы в беременность с большим весом конечно мне было бы наверное сложнее я хочу сказать что все равно конечно большой вес это нагрузка в любом случае поэтому за этим нужно следить не только из-за там не знаю типа внешне не внешне ну вот но на своем опыте могу сказать что 20 килограмм не сильно меня как сказать потрепали ну как бы внешне конечно я пирожок сладкий сладкий но если говорить в плане здоровья то слава богу ну как бы активчик позитивчик шашлычки маслички я девчонки вам свой живот тыквы везде потому что я понимаю что скоро у меня его не будет а я хочу его запомнить я собрала две сумки в роддом на самом деле все это мне не понадобится мне из этого всего понадобится вот такой вот милипидер и сейчас я постараюсь собрать сумки более грамотно сначала я их собрала в свои потому что думала не покупать никакие сумки в роддом но потом я подумала что просто мне удобнее будет даже купить сумки в роддом потому что вот в этой сумке ни хера не понятно чего у меня там я уже не помню что я туда положила я просто знаю что здесь какая-то одежда одежда для ребенка на выписку там еще что то и да мне пишут типа Юль тебе не нужна одежда для ребенка на выписку и твоя одежда на выписку тебе тоже не нужна сразу ее тебе там потом привезут родственники муж сват брат кто угодно но мне это абсолютно неудобно ну в смысле мне это кто-то другой привезет я кому-то другому начну говорить привезите мне это 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 и мне привезут какое-нибудь говно не то что нужно короче я так не люблю вы знаете я человек контролер мне нужно все свое все чтобы было понимание короче собираюсь я выписываться из роддома вот в этом платье я думаю точно в него влезу ну в смысле даже если у меня грудью будут огроменские просто не знаю каких размеров здесь оно регулируется я смогу надеть какой-то топливчик даже если его со спины будет видно кто меня будет снимать со спины оно типа льняное поэтому оно все мятое как из жопы и я думаю что с этим ничего не поделать оно будет таким но я подумала что мне блин я что выпускной у меня какой-то юбилей не знаю ну как бы да конечно праздник выписка но не вечерние платье наряжаться так что будет у меня оно и у меня есть еще вот такое платье но я не знаю я его как запасное тоже наверное возьму но опять же таки не знаю короче два платья я собрала и сейчас мы будем все это собирать в сумке у меня есть одна большая я их два дня как проветриваю два дня назад они ко мне пришли воняли вот этой вот клеенкой я их замочила в ванной с порошком с шампунем водой так вот все там бурлило мурлило короче мыло потом протирала и они у меня висели около окна вот в таком вот состоянии что проветривались это вообще не пахнет сюда смело можно положить одежду и не думать что что-то будет еще у меня есть две средние вот такие вот одна из которых попахивает вот это не пахнет просто та которая немножко попахивает хотя я их одинаково мыла туда мы положим что-нибудь такое что не жалко если вдруг чем-то пропахнет я зачем-то взяла пеленку для ребенка я не знаю нужна она мне там я думаю вообще нет я взяла с собой белье не для кормления просто красивое белье у меня есть ну в принципе его спокойно можно лямки стянул сиську разоснул ребенку короче я просто хотела взять какое-то красивое белье под тот же ну наряд типа в котором выписываться так что вот белье к нему труси еще я взяла труси я взяла одежду для ребенка типа в чем выписываться но скорее всего мы будем выписываться в другом сейчас я вам еще покажу что у нас там на балконе сушится потому что сегодня к нам пришел конверт короче у нас есть вот такая штучка это не конверт но вполне себе блин неплохая альтернатива мне кажется конверту единственное что хоть я это и стирала и гладила выглядит немножко не очень поэтому сегодня я наверное еще раз все это проглажу это от бренда natura pura обалденный вот такой вот не знаю как это даже назвать сюда пупсика положил ну по-моему такой типа в духе универсальный 0-6 месяцев 51-69 отстегивается кстати капюшон ну можно сказать как конвертик просто уже готовый такой очень хорошо для прогулок будет понятно что летом в самую жару конечно может и не надо но вместо даже пледика на холодные вечера сегодня лично было ну прям холодно потом осень не осень все ну как бы обалденная вещица поэтому я подумал что вместо конверта вообще нафиг нам конверт типа возьмем вот это но все равно короче решили конверт тоже заказать подумали ладно хрен с ним не такие большие деньги чтобы потом если что сидеть и думать блин надо было заказать все таки очень сложно когда ты ни разу не рыжал и при этом тебе еще сказали что тебе все в роддоме дадут а ты все равно переживаешь короче геморрой беру бюстгальтер для кормления но велика вероятность того что я буду покупать в роддоме точнее как правильно называется клинический госпиталь у них кстати есть бюстгальтеры от меделла мне сказали прям там можно купить что очень большая вероятность того что зря я себе купила белье потому что мне кажется моя грудь будет больше этой я думаю что даже если сейчас я померю этот бюстгальтер он будет мне сильно впритык и это конечно облом но я все равно наверное его возьму вот какого хрена это размер м как можно было взять размер м мне кажется меня обманули если честно у меня есть сорочка я ее не гладила но наверное поглажу и наверное сегодня я ее еще раз померяю даже прям сейчас сверху померяю ничего страшного ну понятно что я сейчас у меня там внизу блин лифчик хоть и тонкий еще кофта но конечно впритык жесткий все я имею ввиду в груди даже а когда она будет еще больше короче вот эту штуку я точно с собой беру еще у меня есть красивый комплект бежевый с халатиком который я тоже хочу взять потому что это я буду в роддоме все равно ну типа три дня точно если вдруг будет кесарево то пять дней и и я бы хотела там ну все равно знаете не просто овощем лежать может быть там кто-то приедет блок снять ну короче все равно в своем красивеньком любименьком быть так еще трусы я думала что пупсика нашего будем выписывать вот в таком комплекте от натурапура это как раз самый такой маленький размер где он там у меня написан 52 сантиметра такой вот комплектик такой боди с зайчиками милая к нему штанишки с носочками я еще на всякий случай взяла носки хотя они не понадобятся царапки в таком же цвете и вот такая вот милая шапочка только опять же таки оно все выглядит таким мятым хотя это все гладила из-за того что оно у меня было свернуто блин в шкафу я думаю зачем я все гладила все сворачивала в шкаф вот в эти вот органи... господи не органайзеры ну органайзеры да и оно все снова стало мятым ну типа бред какой-то короче я не знаю как быть не знаю как быть хочу взять этот комплект тоже но у нас уже есть комплект который идет прям вместе с конвертом ну это если говорить про выписку также на всякий случай я взяла вот такой вот слип хотя он идет прям побольше по моему 56 размер я думаю наша девочка у него может не утонет конечно но хотя может и утонет блин 56 нифига себе если оно например 50 допустим родится мне кажется очень большая разница ну короче если сравнивать даже вот с тем водиком и штанами короче брала на всякий случай еще вот это но я думаю что я это оставлю дома если честно и еще брала вот такую штуку типа такой как кокон кокон пеленочка думаю удобно занявчик вот такой взяла тоже в нем не вижу смысла но вот такой вот не знаю может возьму он идеально ну не прям идеально но подойдет к этому комплекту но не знаю опять же понадобится или нет в этой сумке все я думаю что в этой сумке помещается меньше всего чем поместится вот в этой пластмассовой на самом деле не так уж много я типа собрала ну вот из одежды может я взяла лишнего и правда но по сути не сказать что много в рюкзаке вот таком который я тоже собрала сейчас покажу что здесь я уверена что это тоже все типа не пригодится взяла свою косметичку вот такую и что у меня здесь что-то для малыша что-то для малыша что-то для меня здесь у меня пустышки мицелярка крем пурилан ножнички хотя я слышала что не надо ребенку стричь ногти когда он рождается типа надо прям подождать поэтому я их просто на всякий случай с собой беру кстати вот новые пришли от пигеон судокрем бепантен просто крем для рук зубная щетка расческа маленькая не хочу брать большую ну что место меньше занимало понятное дело санитайзер для рук ватные диски для того чтобы смывать макияж ну мицелярки я думаю мне вполне хватит чтобы смывать не знаю брать ли мне всякие умывалки тоники вообще наверное было бы неплохо потому что ну я люблю когда косметику можно смыть хорошо только вот не знаю может мне все это в прозрачную хреновину положить не нужны ли пустышки вопросов много хотелось бы как-то разделить свои какие-то гигиенические штучки от штучек ребенка и я думаю все таки не страдать херней не брать всякие свои шампуни бальзамы если уж мне сильно припрет то конечно ну слава принесет привезет неважно купит выйдет рядом поэтому не знаю если смысл взяла подгузники взяла 10 штук подписала вернула в пакетик подписала ну я не знаю я знаю что нам там все дадут у нас типа крутецкий просто вот вот такой вот крутецкий клинический госпиталь где просто все звезды рожают там все вообще выдают просто еще кучу подарков тебе надоют не знаю все и я зачем то все это с собой собрала потому что я просто беспокойная мамаша даже пеленки одноразовые хотя бы две штучки взяла две штучки вдруг мне понадобится мне не дадут короче я уверена что все будет супер и я просто хотела знаете как собрать какую-то сумку которая будет типа в машине лежать и я буду знать что у меня в большой сумке там есть вот это вот это вот это если вдруг я пойму что я хочу свое такое взять я хочу в роддоме уже например попробовать потестировать памперсы которые подгузники которые у нас есть от бренда джунис от мэрис но при этом это занимает место и дело даже не то что место ну потому что место занимает мы же на машине если что это останется в машине мы побежим рожать ну типа в духе знаете вот уже любой сценарий представляю я понимаю что все равно можно это взять никто ничего не скажет прокладки для груди тут их должно хватить ну я не знаю как быстро не кончится но мне их там тоже дадут я могу их вообще не брать одноразовые трусики мои уже подгузники я тоже их взяла и я их точно возьму потому что ну вот просто все равно это вещи какой-то вот типа интимной гигиены и хочется чтобы они были классные если мне их там будут давать а мне их там должны давать предлагать наверное кучу всего мне принесут просто вот я не знаю целую коробку совсем принесут скажут все это твое пользуйся чем хочешь все забирай себе мне кажется что там будет вообще так и там будет все лежать и крем блин для сосков все и скорее всего так будет и лучше я вообще даже не потянусь в свои сумки за какими-нибудь трусами и потом их дома например смогу использовать вдруг пригодится влажная туалетная бумага я уверена что это тоже там есть но мне как будто бы спокойнее от того что у меня есть все свое как я уже вам рассказывала даже тапочки одноразовые я положила но я думаю что может быть мне их не вынимать потому что со мной будет слава но я уверена что ему тоже все дадут такое славе не дадут только ну пижаму мужскую и наверное зубную щетку я даже не знаю хрен знает сейчас там наверное зубные щетки выдают я думаю там как в отеле вообще выдают все я еще собрала вот такую косметичку тут гигиена малыша присыпка крем какая-то резинка моя на всякий случай вот такая штучка для этой и вот то что я прочитала какой вкусный тут детский аромат тут у меня как раз получается вот присыпка для интимной гигиены девочки у меня тут есть успокаивающий крем ну вот то что я вам показываю в прошлом влогов короче не знаю вот это тоже ну типа как как вытащить такое чудо вдруг она мне пригодится в общем поскольку у меня есть маленькие сумочки я думаю что в какую-то из маленьких сумочек я положу как раз таки все вот эти штучки еще нужно понимать что будет у меня своя какая-то сумка не нормально не пахнет просто не могу же я это все сюда так швырнуть и все надо наверное как-то это как-то все набросано нашвырено мне не нравится что все смогут видеть что у меня там сумочка ну конечно эти сумки намного удобнее то что не больше вот что у меня одна сумка а тут еще блин куча места я сюда еще много чего могу положить так что в принципе все штучки дрючки вот этой гигиены я могла бы сюда положить спокойно ну то что мне необходимо по моим вот этим внутренним ощущениям собрать сумку в рудом это как собраться вот реально за границу чемодан я сходила на разведку и решила что все таки я возьму еще масло от растяжек от веледа я взяла которое у меня ну типа начатое у меня есть еще закрытое и тут как бы немного я думаю что ну типа в роддоме помазаться после родов это тоже нужно делать после родов увлажнять кожу и вот такой вот тоник отшелушивающий он конечно немножко ну не то что жестковат но он такой прям отшелушивающий вот поэтому надо будет хорошо увлажнять кожу но зато я буду уверена что у меня чистая кожа и что я туда еще сейчас запихну тут мицеллярку мицеллярку тоже сюда поставлю это будет такое у меня как бы очищение и для кожи ну просто это то что может типа разлиться и для большей большего спокойствия вернем в пакетик все равно со своим спокойней даже если там мне будут давать хорошее все классное это как знаете есть есть люди которые летят в хороший отель на море и не берут с собой свои шампуни бальзамы а есть люди которые летят в хороший отель на море и берут свои шампуни бальзамы вот я из второй категории людей господи мы прилетали жили в турции в крутом отеле у нас там была косметика локситан ну вы знаете ну дорогая косметика дорогие шампуни бальзамы очень все вкусное классное ну реально как бы клево я пользуюсь своими шампунями обычными но своими и дело не в том что типа от этих шампуней у меня волосы лучше нет просто я такой человек а те шампуни мы домой привезли было бы супер разделить гигиену мамы и гигиену малыша что пригодится для малыша и что пригодится для мамы я не знаю я не смотрела видео как собирают сумки в роддом я уверена что не так как я мое платье еще надо чтоб слава свои вещи взял ну вот типа пижаму ему точно взять надо ночнушка раз сейчас я достану вторую ночнушку вот мне пришел вот такой вот комплектик красивый бежевый я вам уже показывал такой зеленый голубенький который у меня один на даче один здесь в Москве белье короче здесь будет одежда тут и на выписку и на пребывание уже там когда мне захочется в свое нарядиться вот это я наверное отглажу и положу потом не знаю брать ли пледик малыша и одноразовые трусики наверное сюда положу подгузники не знаю пеленки вот сумка то большая что бы и не положить то что бы и нет то тяжелый милый животик никаких уж понятно игрушек брать не буду я уж не совсем хотя иногда мне кажется что совсем кто меня знает какие же классные у нас одеяния и я схожу в самодетке такой красивый и милый я тут еще все разложила по-другому так что еще в эту большую можно положить вкладыши для груди получается что большую сумку можно вообще все положить все таки как будто бы мне вот в этой своей безопасно перевозить все свои вот эти вот уходики тоники положу-ка я вот это все сюда детское тоже все положу сюда оно как будто и лежит там удобней короче вот эта вот мелочушка за сиськами детскими пиписьками все мне это как-то вот сюда хочется зубную щетку взяла просто какую-то которая у нас дома была чтобы типа закрытая была но не хотела бы я такую с собой тащить скажу честно так сюда больше ничего не умещается а мне наверно сюда больше ничего и не надо в итоге вот так вот у меня все получилось сейчас у меня будет одна сумка еще вот сюда уж что класть не знаю получается остается всякая мелочь резинку и расческу я могу положить себе в косметичку которая кстати говоря где она должна быть всегда на готове я сначала даже думала что я не буду эту косметичку разбирать она у меня была собрана и я думала буду оттуда краситься но в итоге решила что нет ну нафиг не знаю единственное что не знаю надо ли брать с собой этот молокоотсос наверное не надо но точно надо будет с собой привести прибор ктг сказали что ну короче наверное есть свои какие-то поильники классные модные но мы просто как-то заходили в детский мир я увидела вот такую водичку подумала надо взять пока не забыла потому что типа в родах пригодится но ее наверное лучше возить в сумке в которой у меня будут документы ну типа знаете с которой я прям поеду чтобы она у меня всегда рядышком была ну опять же таки выглядит как что-то не очень удобное но она же у меня уже собрана я думаю что еще куда у меня ляжет и не знаю по поводу молокоотсоса по меньшим недоумении но с другой стороны думаю зачем он меня там я собираюсь кормить грудью зачем мне мучить свою грудь ну в смысле знаете раскачивать ее все должно быть естественно типа я думаю если уж понадобятся то наверно там есть какие-то хоть ручные хоть не знаю какие просто тащить самовый процесс туда еще хрен знает зарядку сразу тоже на готове здесь ну типа зарядка фотик два фотика даже получается я планирую поехать рожать с этой сумкой ну в смысле вот в роддом когда мы поймем что все мы едем вот эта сумка у меня сюда помещается папку с документами сюда же я думала положить типа зарядки и так далее и так далее фотики но это тоже как будто странно короче хрен знает но она у меня такая знаете то что она как бы вместительная я думаю что лучше наверное с ней уж я думаю сказать славе чтобы он собрал рюкзак как раз этот черный который я использовала чтобы он туда положил ноутбук потому что он нам понадобится потом не в родах конечно но потом понадобится и сюда же можно сложить технику ну какую-то влюхи знаете аккумулятор фотоаппарат это славин фотоаппарат я его даже подписала камера славы что там типа флешка 64 гига но по моему сейчас тут никакой флешки нет да я все достала потому что оно мне надо было я не знаю куда положить чтобы под рукой было потому что блоговую камеру я всегда с собой таскаю на которую я снимаю на свою с штативом и так далее так вообще гипотетически я могла бы и документы все сюда положить так выпрямитель для волос я им пользуюсь по сей день и он мне нужен всегда поэтому не знаю как быть вот пустышки штучки-пудрёчки не знаю что с этим делать понадобятся ли они вообще ну вот это наверное нет тогда что мне с этой сумкой делать сюда можно что-то тоже положить у меня получается куча сумок свободных а что у меня было такое что за хрень сейчас соберем мою косметику если собрать всю мою косметику которая мне пригодится ну как бы она мне может пригодиться именно вот все что в эти сумочки может пригодиться каждый день при моем обычном повседневном макияже вот здесь все тут даже в случае если я не знаю что со мной будет сухой шампунь ну типа если у меня не будет сил там голову помыть ну просто чтобы хотя бы голова была чистой не знаю просто на всякий случай даже если сухой шампунь положить я просто немножко не понимаю у меня что одна суха получилась ну вот вещи ребенка понятно но там немного выпрямитель ну она тяжелая зато положить ну тут типа все и что-то еще для ребенка типа одежда блин ну она прям тяжелая зато здесь сразу все взял и побежал а что тут такое давайте попробуем посмотреть косметика и вот этот наверное тяжелый очень логичнее было бы сюда и конверт положить ну чтобы он уже с нами был зачем мне надо чтобы кто-то его куда-то там привозил не привозил даже понятно что слава сюда приедет можно одну сумочку сделать как типа косметичка гигиена ну вот типа сумка с гигиеной сюда еще шампунь может поместиться при желании в идеале конечно знаете собрать и прям машину кинуть но мы бывает на разных машинах катаемся то на славиной то на моей ну рожать мы наверное поедем на моей в общем в какой будем в момент когда начнем рожать на такой и поедем но если все будет идти по плану просто типа вот как ага дома что-то почувствовал поехали то тогда наверное на моей потому что лексус мне поудобней бмв она более такая ну типа в развалочку гончий такой а лексус это больше именно про удобно посидеть по сути нам больше ничего не надо ну то есть даже при желании можно было бы взять рюкзак и в него же положить вот это например косметику или вот это практически пустая пустая но тут еще очень много свободного места на самом деле видите и это с учетом того что я навалила сюда памперсов и так далее и так далее единственное что я туда еще не положила никакой одежки для ребенка вот эту штуку все равно можно было бы конечно взять но для ребенка сейчас я поглажу посмотрю как там наш конверт его тоже сюда положу пусть он тут лежит а почему нет сумка не воняет пусть у меня все уже будет на готове тем более что тут одежда и для меня вот и бюстгальтеры здесь а всякие гигиены интимы они все тут типа умывалки вкладыши конечно тоже сюда можно будет положить наверное так будет правильней да и труселя ну а что тогда неудобно будет пусть уж тут ладно хрен с ним тапки тоже сюда положим и сюда еще надо положить пижаму славы сюда он должен положить ноутбук ноутбук не такая большая проблема без ноутбука спокойно можно поехать рожать потому что ноутбук по сути нужен для того чтобы потом фотки посмотреть видеоматериалы перекинуть если что да вива обожает теперь этот ковер я такая умница ни разу в него не написала кстати тут в полочках в шкафу навела небольшой порядочек ну как сказать порядочек кое какой какой смогла что еще думаете у меня только мои какие-то монатки нет мы сделали дубликат наших ключей от этой квартиры хотя у моей мамы есть ключи прям конкретно от входной двери в квартиру но у нас менялась замок в первую дверь ну типа предбанник как он называется ну вы поняли общий коридор туда менялся замок он периодически меняется что-то ломает еще какая хрень вот так что слава вчера или позавчера ходил сделать дубликат нам нужно передать моей маме почему потому что я не готова расставаться с Вивьеной не готова в том плане что типа знаете заранее давать Вивьену моей маме чтобы мало ли когда я начну рожать чтобы Вивочка была уже у мамы Я не хочу так, потому что я не знаю, когда я буду рожать. Может быть, я, блин, завтра поеду рожать, а может, через две недели, три, ну, типа, вряд ли, конечно, три, но просто, ну, не хочу. Пусть мой малыш будет рядом со мной столько, сколько может. А потом, конечно, когда я поеду рожать, мама приедет. Ну, я синхрон, ей сразу напишу, я еду рожать. Короче, понятное дело. И мама приедет, заберёт Вивену. Она заберёт Вивену, и мне нужно тоже всё это подготовить, чтобы оно всё стояло на готове. Но, на самом деле, Виве много не надо. Контейнер с кормом, пелёнки, мама знает, где достать пелёнки. Они у неё дома и так и есть, скорее всего, запасные, типа, для собачки. И, да, мне это всё тоже нужно будет выложить, как-то подготовить. И фламингу, конечно, не забыть. Без фламинги Вивы никуда. Волнуюсь ещё за этот момент, потому что я понимаю, что когда я начну рожать, мало того, что просто я должна думать о себе, о том, что я сейчас рожу ребёнка, ну, не сейчас, конечно, не сразу же, но всё равно, что этот момент начался, мне ещё нужно будет не забыть про своего первого ребёнка. В общем, получается очень классно. Классные сумки, я ими довольна. Здесь у меня всё из документов. У меня там всякие анализы, манализы, ручка на всякий случай даже, как у взрослый. Контракт на роды, свидетельство о браке, ну, а паспорт с НИЛС, страховой полис, ну, типа, ну, он мне там не нужен, конечно, скорее всего. Ну, короче, это всё у меня и так всегда с собой. Моей сумки будет вот в этой, с которой я буду и так ходить, как бы каждый день. Ну, потому что я когда куда-то выхожу, я же беру какую-то сумку. Вот буду брать её. Вот полностью пустая сумка. Что хочет, туда можно класть. Я бы могла её как раз для Вивы собрать. Сумка для Вивы. В общем, она может стоять здесь, если пригодится, не знаю, для чего. Ну, да. Так, я вот просто думаю, что ещё. Только для ребёнка одежда, для Славы пижама и, там, например, зубная щётка. Всё остальное должны дать. Ну, зарядка для телефона, понятно, и зарядка, аккумуляторы, флешки для фотика, ну, чтобы влог снимать, это всё. И так будет у меня в моей сумке, вот, с которой я хожу. Это мне, получается, сейчас не надо. Что хотела вам показать? Мы уже установили кроватку, уже дня три. И я сплю вот так вот с рядом кроваткой. Мне норм. Правда, я ещё не застилала, ничего такого не делала. Вот, да и, в принципе, конечно, в этом смысла нет. Здесь я кидаю свои беременные подушки, пока не ложусь в кровать. Потом я их отсюда достаю. На самом деле, даже удобно. Обычно мне приходится их даже на пол кидать. Когда, например, мне какая-то мешается, не нужна, либо она может просто упасть. А так я вот сюда, например, на угол кладу какую-то подушку, на неё ногу закидываю. Ну, короче, очень даже удобно. И мы не стали делать так, что вот это только моя прикроватная тумбочка, как, знаете, вот эти мемасики. Мы всё-таки оставили какой-то намёк на то, что у меня тоже может быть своя какая-то жизнь. Просто, если что, буду сюда подкладывать подушки, ну, типа вот таких, и ближе к ребёнку становиться. Ну, то есть ниже опускаться. У меня ничего, с ногами всё нормально, не свисают. Решили сделать так. Посмотрим в жизни, как это будет удобно, неудобно. Вот эта штука ниже не опускается. Но получается матрас ребёнка на одной высоте с нашим матрасом. Я думаю, что, наверное, так должно быть, а не так, что типа вот эта хрень с нами на одном уровне. Потому что, думаю, да. Я не знаю, если честно, каково это, насколько это удобно вот с такой штукой. И, если что, мы её опустим. И сюда просто положим ещё, типа, знаете, матрас какой-то. Или под этот матрас. Если он поднимается, он, наверное, поднимается, не знаю. Или под этот матрас положим чего-то, чтобы была кровать выше, чтобы сравнять полностью. Ну, в общем, не знаю, почему вот этот бортик придуман так, что он не опускается до самого конца. В любом случае, не попробуешь, не узнаешь. Поэтому надо нам будет пожить в таком состоянии и посмотреть. Ещё мы купили вот такую штучку. Вот такой прикольный зайчик. И он реагирует на всякие... Короче, когда ты его бьёшь, будет не нравиться. И он меняется там. Прикольный такой ночник. Заряжаешь его, либо он от питания работает. И тут есть разные режимы. Только, по-моему, его по жопке надо бить. Ну, так тоже чуть-чуть реагирует. Короче, по-моему, его надо просто именно вот под жопку бить. Вот. Потому что я одной рукой... Он мне очень понравился. И я не знала, насколько он классный. Но в итоге прям понравился. Так что этот зайка у нас стоит здесь. И ждёт. Когда маленькая... Когда маленькая смешная деточка проснётся и будет плакать вот так. Мя, мя, дай молока, мама А я тут такая буду спать Включай этого зайку Дай молока Вива в этот момент убежит в другую комнату Вот увидите, так и будет Также мы установили автолюльку В машину И еще хочу вам показать Из интересного изменения То, что подарила Карина Я все перестирала, перегладила, конечно же Разложила В итоге разложила по-другому Эти надписи все можно убрать Потому что они не актуальны Вот Некоторые комплекты прям маленькие-маленькие И это вот они Вот я их вижу То, что от Natura Pura Оно самое такое маленькое Вот эти вот три боди Есть еще чуть-чуть 52 размера, но в основном 56, конечно Но я думаю, что ничего Быстро, мне кажется, детишки растут Посмотрим Красота невероятная Да все у нас красота невероятная Мне все очень нравится В общем, тут разложила вот так Тут у меня без изменений Тут у меня как были финтифлюшки, так и остались Здесь у меня теперь 62 размер Вот Это тоже, ну, как бы, короче, я тут поменяла Потому что у меня тут был 62-68 размер Вот здесь 68 был Из-за того, что Карина очень много нам подарила Всякой одежды Классные, красивые Видите, вот здесь вот И вот тоже все В общем, я сделала тут перестановку, конечно же Поэтому тут у нас теперь только 62 размер Все, вот это 62 размер Но здесь, конечно, не только боди Это вот тоже уже устаревшая информация Надо поменять Здесь у нас был 74 размер Теперь у нас тут Кое-какие игрушки Штучки-дрючки, ботиночки Что я сделала 68 размер одежды 74 размер одежды Я собрала Все аккуратно отгладила Еще раз Разложила Тоже красиво сложила И оно у меня все оказалось в контейнере Вот У меня тут подписано Внизу 74 размер Наверху 68 И там где-то сбоку Очень красиво видно Как я все сложила слоями Прям как будто бы салат какой-то Но, к сожалению, я сейчас вам Хорошо показать не смогу Но, в общем, я решила убрать это все Как бы наверх в контейнер Перед этим контейнер Хорошенько этот помыла Убрала Потому что я понимаю Что в этом нет смысла Есть большая вероятность того Что эти вещи мы будем носить Уже переехав в новую квартиру Ну, типа, нет смысла реально Мне их раскладывать И я решила сделать вот такой вот ход Конем Поэтому здесь у нас теперь пусто Тут была одежда 74 размера Тут у нас пеленочки Платки Все как бы осталось по-прежнему Здесь постельное белье Постельное белье тоже осталось по-прежнему И этот Для мытья, господи Полотенце Здесь у нас вот такие классные игрушечки Я не помню, показывала вам во влоге или нет Они у нас для вот этого тренажера Вот так вот Я их тоже постирала И еще я заказала Вот такой вот Мобиль Та-дам Куда не ослышать Яркий Вот такой вот яркий Как тебе, Виф? Клево Мы его уже со Славой тестировали Мы его, короче, тестировали И заказывали Для вот этой кроватки Но Есть один минус Минус заключается, знаете, в чем? В том, что здесь Труба То есть вот эта штука Она круглая Она не Не вот Вот была бы она вот такая же вся Знаете, вот дерево там Не дерево, а просто вот Какая-то хрень То было бы лучше Из-за того, что здесь труба Вот так вот крутилась Там просто крепление Оно Оно, видите, вот какое? Видите, какое оно? Покажу вам наглядно Пример Когда вот так вот вкручиваешь Оно из-за тяжести игрушек Хотело вот так делать Ну, то есть Короче Для вот этой трубы Для этой кроватки Не самый лучший вариант Но Если подложить сюда полотенце Все держится Почему мы его сейчас убрали? Потому что, ну, во-первых Конечно, сейчас и нет смысла И ребенка нет еще Не родился Да и зачем оно будет стоять Но Основная причина на самом деле не это А то, что ребенок все равно Не сможет реагировать на эти штуки И вообще не будет понимать Что за цвета Что за хероборы Вот, например, для этой кроватки Это очень хорошая штука Видите, о чем я говорю? Здесь он будет плотно стоять Прижиматься А там Труба Круглый И вот так делать хочет Типа, как здесь Поняли? Поэтому, конечно, да Но, как бы Если уж совсем плохо будет То мы ее можем и на дачу отвезти Классные, кстати Яркие, прикольные Игрушечки вот эти Довольно-таки прикольные Мне кажется, в них и потом Можно играть Такие прям Ну, вот В любом случае Пригодится Яркое все это Пригодится Вот эта вот подушечка Тоже постирана У меня поглажена даже Для удобства Когда малыша Кормишь Вот так вот И чтобы он лежал И чтобы он лежал У тебя на мягеньком Вот так у меня теперь здесь Что, девчонки Вы готовы Узреть То, в чем Будем выписывать Нашего малыша Я, конечно, думала Что это будет Какой-нибудь Классный Дорогой Брендовый Костюм Ну, на самом деле Конечно, не обязательно Вот от Натура Пура Например, я вам показывала У нас вот такой чудный комплект Я думаю, что я его тоже возьму Но если говорить о том Какой у нас Этот Конверт То, конечно, к нему подойдет То, что шло в комплекте Собственно говоря Этот комплект Выбрал Слава Что я замучилась С тем, что я не знаю Что Кого Как Поэтому у нас будет Вот такой конверт Он двухсторонний Он летний С бантиком Красиво Я думаю, что все-таки Не зря Мы решили Не ледиться, так сказать И пусть все-таки У нашей дочки будет Конверт А не какой-то плед С бантом Вот Слава сам выбирал Я сказала, что я больше не могу У меня мозг взрывается Решай сам Принимай решение сам Я, честно, наверное Не такой бы выбрала Но сейчас я понимаю Что мне он нравится И он довольно-таки прикольный Тем, что его можно сделать Двухсторонним Славе больше нравится Когда он полностью бежевый И чуть-чуть торчат сердечки Я ему показывала Типа, как тебе больше Нравится Получается Вот сюда мы кладем малыша Как-то так, наверное, будет Вот так Повсю нашу Вот так Хороший конвертик Я довольна И получается, что если сделать его с такой стороны Он получается вот такой вот светленький Чудо, я считаю Мне как будто даже с сердечками больше нравится Вот И получается к нему идет вот такой вот костюмчик Ну, абсолютно обычный Не знаю, подойдет ли сюда по цвету Уж идеально не будет, конечно Вот этот наш Он сюда как бы не вписывается Ну, он как бы вписывается Он тоже бежевый Но все равно Типа не то пальто Не знаю Вот так Все равно уж, я думаю То, что идет в комплекте Будет лучше Хотя так как бы тоже неплохо, да? Да вроде целом тоже так ничего По цвету похоже Короче, я все равно возьму и то, и то Этот, конечно, лучше подойдет Он прям персиковый То, что надо сюда И вот шапочка тоже к нему идет Хорошенький комплектик такой Я прям могу сказать класс Кто-то скинул из подписчиков Так что спасибо вам большое А там не один был Там много разных типа с цветами было И выбрали такой Это тоже 56 размер Кстати Так что Вполне вероятно, что будет велик Скажем так Выйти из роддома Думаю Простительно Не знаю Как сложить так, чтобы не помялось Вот этот я тоже возьму Он много не занимает веса И не весит Может быть мы там в роддоме Сделаем тоже какую-то фотосессию Например Такую, знаете, типа как Первый день Еще что-нибудь Я просто не знаю, какие там наряды дают Но, как я уже и сказала Иметь все свое прикольно Хотя мне говорят Что там-то все у них стерильное Ну, типа у нас просто постиренные А у них-то там все Прошло миллиард обработок Ну, типа лучше даже их Будет Для новорожденного Чудесная милая шапочка Чудесные милые лапки Как бы летний такой комплектик Специально искала, чтобы было летнее Понятное дело Потому что На лето Не сказать, что много классных вариантов Комплектов Я уже вам это рассказывала И найти что-то такое, что прям Главное Как нравится Сложно Сложно Да и непонятно, если честно Где То, что я смотрела Мне вообще не вкатывало Вот Ну, и опять же такие Вот я так смотрю И как будто бы у меня слишком высокие ожидания Типа это должно быть что-то уникальное Что-то невероятное А по итогу Вот Муж выбрал И я в восторге Мне нравится Считаю, отличный вариант И по цвету супер И при этом, знаете Такое не просто белое Потому что я смотрела Даже думала Может просто белое Мне нравится то, что оно с сердечками Мне нравится то, что оно такое Немножко персиковое даже Ну, с бежвинкой, конечно Наша любимая Уж от этого не убежать Я его, получается, сложу просто как Пледик А не как конверт Не знаю, вот в антон что делать И вот так ты особо не это не погладишь С другой стороны Либо его прям реально Как этот уже сложить Туда положить одежду Не знаю Наверное, я сделаю вот так То есть, как бы Внутри этого Чуда будет одежда Вот это все Одежду туда положу Ну, не знаю Тот комплектик Наверное, брать уж не надо Тогда Такой вот у нас получился Комплект на выписку Тут у нас сразу все Что нам может пригодиться Не знаю, я, короче Брать эту штучку Не брать Так-то она прикольная Просто раз я беру ту одежду Одно-пура-пура То я могла бы и эту штуку Тогда взять, наверное Но она выглядит такой тепленькой Знаете Ну, типа, если мы берем конверт Зачем вам это? Ну, как бы логично Так-то, если подумать Чтобы не тащить с собой То, что реально не нужно Но из-за того, что это Мой первый поход в рот Мой первый ребенок Все для меня это Все это для меня неизведано Неизучено Хочется, чтобы все было Супер-пупер Поэтому немножко сходишь с ума Возможно, страдаешь Какой-то ерундой Берешь то, что абсолютно не надо Ну, я думаю, что как бы это нормально Многие беременяшки через это проходят Но мне на самом деле, по сути, достаточно того Чтобы показать Славе вот эту штуку Показать, где она И в случае, если я пойму, что она мне нужна Ну, вряд ли, конечно Он просто привезет ее в какой-то чудесный день Что он все равно наверняка приедет домой Не будет же он там с нами все дни Здесь тоже, кстати, я в шкафу Многое убрала Одежду многое убрала Которая сильно большая Оставила только те комплекты Которые где-то до полгода, наверное Платье, которое типа на 12 месяцев Или там на 9 месяцев Я убрала Кстати говоря, про бренд Натура Кура Некоторые, когда я вот Я выставляла даже Reels Посмотрите Некоторые думали, что У нас там одежда Ну просто вся Знаете, типа на один день Набрали кучу разной одежды Которую мы не переносим Там были какие-то глупые комментарии Как всегда из этого разряда Вот, но на самом деле У нас одежда до года вообще Ну то есть там много разных нарядов Платьев, которые нам еще Нескоро предстоит Померить Ну, как бы надеть куда-то Поэтому Такую маечку забыла постирать Одна Она у меня вывалилась За Алинестиральную машинку Когда я стирала то, что Карина подарила Она у меня стиралась И сейчас я ее доложу туда Где она у меня вообще должна лежать Когда я уже настолько все впритыкаю Не знаешь, куда это все Класть Так, девчонки Ну и мальчишки Я с вами прощаюсь На этом влог заканчивается Мы собрали сумку в ртом Теперь вы знаете, что я с собой беру На самом деле, наверное, ничего такого Скорее всего, даже взяла то, что не понадобится Из того, что нужно будет доложить Это только, ну, типа, технику Какой-то зарядки Остальное привезут Ну, снеки, наверное, какие-то надо взять Короче, все Всех люблю, целую, обнимаю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok